Привет! Меня зовут любимого Ольга. Я вернулась из кругосветного путешествия, которое длилось 6 лет. За это время я посетила 54 страны и пересекла 3 океана. Из постоянного бюджета у меня была только обычная пенсия. Сейчас мне 61 год, и я точно знаю, что это можно сделать. Так поступить может каждый, если он только готов следовать за своей мечтой и встать со своего уютного любимого дивана. За это время я поднималась на вулканы и гуляла по древним индейским городам и пирамидам. Я любовалась ночными искрящимися дельфинами и жила в африканском племени Химбу. Так как же путешествовать, имея небольшой бюджет? Как пересекать океаны, не имея собственной яхты? Есть ли автостоп в Бразилии? Нужны ли визы? Опасно ли жить у незнакомых людей? Что такое волонтерские работы? Чем отличается коучсерфинг от аэрнбнб? Как найти яхту с капитаном или капитана с яхтой? Обо всем этом я буду рассказывать на этом YouTube-канале. Кто может путешествовать на яхте и что такое яхта-стоп? Я очень долго думала, что на яхте могут путешествовать только очень богатые люди. Как же я ошибалась? Оказывается, путешествовать можно даже бесплатно. Вы не поверите, но это так. На этом можно даже зарабатывать, если у вас есть опыт, и вы помогаете капитану перегнать яхту из пункта А в пункт Б. Но наиболее распространенное – это путешествовать на яхте за небольшие деньги, покрывая свои расходы на питание, на топливо, на визы, ну, может быть, немного за амортизацию лодки. Я систематизировала свой шестилетний опыт яхта-стопа, и вот что из этого получилось. Найти лодку можно. Первое. Оффлайн. Это непосредственно в Марине вы приходите, находите лодку и разговариваете с капитаном, узнаете его планы и рассказываете, что хотите вы. Второе. Онлайн. Это сайты различные и группы на Фейсбуке. Расскажу отдельным выпуском. Третье. Бумажные объявления, которые мы пишем или распечатываем и выкладываем на доске объявления в Марине. Потом отдельно дам шаблоны объявлений, расскажу, как это работает. Четвертое. Классика. Друзья и друзья друзей. И пятое. Самое-самое неожиданное для меня – это сарафанное радио. Оно работает даже в кругосветке, даже в других странах. Итак, все пять вариантов рабочие. Есть примеры. Я все это расскажу. Вероятно, есть еще способы поиска лодки для яхтостопа. Если вы с этим сталкивались, то поделитесь опытом в комментариях под видео. Идем дальше. Предположим, мы нашли лодку. Если мы встретили лодку с русскоговорящим капитаном и командой – идеально. А если нет – ничего страшного. Даже школьного английского будет достаточно для начала коммуникации. Итак, что мы можем предложить капитану? Во-первых, наши бытовые умения и огромное желание помогать команде и учиться всему новому. Было бы здорово, если бы вы умели хорошо готовить, знать, что капитан всегда прав и умели экономно относиться к воде и электричеству. Ведь на лодке эти ресурсы ограничены. Если у вас золотые руки и вы хороший механик, разбираете в двигателе – это огромный плюс. Если вы умеете шить – тоже здорово. А если у вас есть яхтенный опыт, то это намного повышает вероятность того, что капитан вас возьмет. Кроме этого, нам нужно иметь информацию, когда и откуда идут лодки в том направлении, куда нам нужно. Например, если мы идем из Европы в Южную Америку, то лучше это делать в ноябре-декабре. Если нужно идти вокруг Южной Африки, то это декабрь-январь. Все зависит от направления господствующих ветров в определенное время года. Одна из самых популярных тем яхта-стопа – морская болезнь. Морская болезнь есть у всех, но только справляются с ней все по-разному. В среднем прикачка занимает 1-3 дня. Прикачка – это привыкание организма к постоянному воздействию качки. Если вас укачивает в автомобиле, то с высокой вероятностью можно сказать, что морская болезнь вас будет мучить долго. Но если соблюдать определенные правила, то справиться с ней можно за 1-3 дня. В первые дни желательно находиться наверху лодки, смотреть на горизонт, пить воду. Если вы спускаетесь в каюту, то лучше сразу ложиться спать. Не следует читать книги, писать дневник, смотреть в экран телефона или готовить еду. Еду на 1-2 дня мы старались готовить заранее. За 2 часа до выхода лодки можно выпить таблетку дромины или циклизиногидрохлорида или цинорезина. Все эти препараты я пробовала сама. Обязательно заранее проконсультируйтесь с врачом. Главное, в первые дни никакой мелкой работы, ни чтения, ни шитья, ни готовки, ни телефона. Дальше организм привыкнет и вы будете только наслаждаться переходом. Если у вас есть свои способы борьбы с морской болезнью, то опишите их в комментариях под видео. Это будет интересно всем. На сегодня все. Дальше мы подробно рассмотрим все 5 способов поиска лодки. Оффлайн, онлайн, объявления, друзья и сарафанное радио. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы знать, когда выйдет мой новый выпуск. Всем добра и мира. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!